В Астрахани открылась православная выставка-ярмарка. В ней принимают участие храмы и монастыри не только из разных уголков нашей страны, но и из-за рубежа. На этот раз главная святыня – ковчег с главой святителя Иоанна Златоуста, который привезли из Москвы. Римма Хохлова продолжит. Молебен и вот выставка Астрахань православная торжественно открылась. Накануне государственного праздника Дня Единения напоминание нам о том, чего нам в сегодняшнее время так сильно не хватает. Это прежде всего взаимопонимание, взаимоуважение. Традиционно это мероприятие проводится совместно с проектом издательского совета РПЦ, выставкой-форумом «Радость слова». Отсюда и обилие православной литературы – от книг святых отцов церкви до современных художественных произведений. Но главная святыня, которую привезли с собой в Астрахань представители издательского совета из Москвы – это ковчег с главой святителя Иоанна Златоуста. Иоанн Златоуст является одним из самых известных для нас наставников, который оставил свое поучение, потому что его имя знают во всей вселенной. Он вселенский учитель и каждую литургию, которая служит во всех храмах мира, его поминают. Иоанн Златоуст и прибыл сегодня на Астраханскую землю по благословению святейшего патриарха из храма Христа Спасителя в своем ковчеге. Масштабная выставка собрала участников из разных городов России и других стран. Иконы Ладан – церковный утварь. И, конечно, чудотворные иконы, которым прикладывались многие астраханцы. А вот из городницкого свято-георгиевского монастыря привезли кустодия – символические частички печати с двери гроба Господня. Здесь внутри пасхальный воск и частиц камня горы Голгофина, который был распят Господь. После каждого восхождения благодатного огня делает Иерусалимский патриархат вот такие вот хустодии. Батюшка Ростислав Салтай нахваливал сибирский мед, собранный руками трудников, целебный и вкусный. А где вкуснота, там ангелов соста. Многие астраханцы здесь не впервые. Каждый раз нахожу для себя что-то новое и, в первую очередь, радостное. Мне нравится, что люди рассказывают о своих городах, о своих местах, из которых они приехали. Мощи святителя Иоанна Златоуста, которые посещают наш город. И горожане могут прикоснуться к ним. Сегодня я тоже это сделал. Молимся о нашей стране, молимся о благополучии наших граждан, об успешном завершении военной операции, чтобы все было хорошо. Помимо красоты еще и милосердие. Отдел социального служения участвует в благотворительной акции «Белый цветок». Здесь волонтеры, ученики православной гимназии собирают средства для детей, которые находятся в палиативном отделении детской областной клинической больницы имени Селищевой. Все эти дни будут проходить интересные встречи со священниками, мастер-классы, модный показ одежды в русском стиле и многое другое. Такие мероприятия согревают душу и дарят праздничное настроение, говорили участники выставки.